На Ринмарце проводили зиму. В минувшее воскресенье на площади Маратсея для жителей и гостей окружной столицы прошли народные гуляния, посвященные празднованию широкой масленицы. Хоровод, который водят гости праздника, символизирует огромный блин – неотъемлемый атрибут веселой масленичной недели. Кстати, по традиции, блины на масленицу должны быть на столе у каждой хозяйки. И у каждой есть свой секрет идеального блинного теста. А блины пекли на это не делаете? Естественно. А ваш рецепт? Обыкновенный. Молоко, мука, яйца, сахар, песок, все. А соду добавляете? Нет. Как когда? Мы не добавляем, только в Алладь. А блины делаете просто или с какой-то начинкой? Бывает с творогом, бывает с мясом, а вот с семкой. Ребенок любит только безо всего, просто блинчики вкусные. И даже варенье не макаешь? Нет, не ест варенье. И скученку? Нет, даже не мед. Я делаю муку наполовину пшеничную, наполовину ржаную. Очень вкусно и полезно. А соду или что-то? Ну да, все как обычно, только мука разная. И как ваши близкие? Обожают? Близкие обожают. На молоке я делаю всегда. А соду что-то добавляете? Соду добавляю немножко, чуть-чуть. Так все, как обычно. А блины? Просто с маслом или с какими-то начинками? А кто что хочет? Кто как хочет. У меня много, внуков много, кто тебя любит. Но не только вкусными блинами славится масленица. Это еще и один из самых веселых праздников в году. В это время принято ходить друг к другу в гости, устраивать соревнования и веселиться. Одной из самых популярных забав всегда служил масленичный столб. А теперь, внимание, взрослые. Вы идете в другую сторону. По толсту. А вы туда же. А вы туда же. Молодцы. Смельчаки один за другим пытаются покорить его вершину, дабы заслужить признание окружающих и выиграть приз. В результате ленточки расходятся, как горячие пирожки. А это значит, что смелые да удалые парни в Наринмаре есть. Еще одно развлечение на масленицу – катание на лошадях. Они сегодня пользуются особым вниманием у детворы. Сегодня все, кто получил такие билеты у Татьяны Вепревой, сегодня будут ездить бесплатно. По возможности, кто получил такие билетики. Это детишки, особые наши, у которых есть проблемы с финансами. Поэтому сегодня в день масленицы мы будем катать их бесплатно. Сколько лошадок сегодня у вас здесь? На сегодняшний день катает всего две. Работает, потому что массовость народа большая. К сожалению, мы хотели привезти верблюда, но не повели, пока народ не привык. А так вот верховая стоит у нас, лошадки катает и саночка. Поэтому приглашаем вас прокатиться. Существовала у наших предков еще одна традиция. На масленичной неделе из соломы и ткани девушки делали домашних куколок. Это масленичная куколка домашняя. Мы ее сделали в прошлое воскресенье. И целую неделю они стояли дома возле окошка, собирали все ссоры, все плохое, что в доме было. И вот сегодня мы пришли с теми, кто делал такие куколки, чтобы их сжечь, чтобы с ними сгорело все плохое. Завершились народные гуляния сожжением соломенного чучела, символизирующего холодную зиму.